МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. С засухой покончено. В поселок Ясная Поляна пришла цивилизация. От беженца до гражданина. Как госпрограмма помогла пострадавшим от войны обрести новую родину? Помнят и чтят. В день рождения Петра Алабина горожане возложили цветы на его могилу. Окончательную точку в прошедшей избирательной кампании поставили сегодня в областном избиркоме. Напомню, 13 сентября, в единый день голосования самарцы впервые за последние 25 лет выбирали депутатов районных советов. Очередной этап реформы местного самоуправления завершен. Мандаты в Самаре получили 284 районных депутата. 41 из них войдет в состав городской думы. Официальные цифры, которые сегодня прозвучали в обл. Избиркоме, одну из первых узнала Марина Матвейшина. Марина, вам слово. В Избиркоме Самарской области подвели итоги прошедших выборов в районные советы депутатов. Партия власти одержала уверенную победу во всех округах. 2740 мандатов получили единороссы. На втором месте самовыдвиженцы. На третьем справедливая Россия 47 мандатов. И чуть меньше у КПРФ 42. Если говорить по Самаре, то снова в лидерах Единая Россия более 85% у них и на втором месте КПРФ. Явка на этих выборах по Самаре составила почти 32%. Самая высокая явка была отмечена в Железнодорожном районе 44,96% или 36145 человек приняли участие в голосовании. Самая низкая явка отмечена в Кировском районе 26,86%. Но в абсолютных цифрах это все-таки даже больше, чем в Железнодорожном районе. Это 50515 человек. Сегодня коллектив телеканала «Самара ГИС» познакомился с новым генеральным директором. Андрея Волкова представила Елена Рыжкова, руководитель управления информацией и аналитики администрации городского округа Самара. Лауреат всесоюзных премий в области журналистики Андрей Волков окончил Куйбышевский плановый институт по специальности финансы и кредит и институт гостелерадио СССР. Последние 13 лет возглавлял корреспондентское бюро ВГТРК в Самаре. Теперь ему предстоит новая ответственная и интересная работа. Телеканал «Самара ГИС», созданный в сентябре 2007 года, имеет ежедневное 24-часовое вещание в кабельных сетях и входит в основной и социальные пакеты операторов наряду с федеральными телеканалами. Охват аудитории 700 тысяч человек. Зона вещания – Самара, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Волжские и Кинельские районы. Кроме того, программы телеканала можно смотреть в сети интернет с помощью специальных приложений на смартфонах и планшетах. Как отмечают эксперты медиасообщества, с приходом в телекомпанию генерального директора Андрея Волкова и главного редактора Елены Орловой, перед каналом открываются новые перспективы. Этого дня жители Ясной Поляны ждали 5 лет. Сегодня в поселке, наконец, появилась вода. Раньше приходилось обходиться привозной. Колонки людям обещали сделать еще несколько лет назад, но дальше слов дело не двигалось. Пока в ситуацию не вмешался глава администрации Самары Олег Фурсов. Вместе с жителями окончанию засухи радовался Павел Баймаков. Антонина Ширяева живет здесь уже почти 70 лет. Вспоминает былое изобилие. Раньше воду черпали из колодцев. Кроме того, неподалеку было три озера. Несколько лет назад они пересохли, как и колодцы. Жителям приходилось экономить буквально каждую каплю. Постираешь этой водой и полы моешь, которые полоскаешь. Воды нет. Где взять ее? Уже лишний раз полы не вымышь. Воду в поселок привозили бойлерами раз в неделю. Теперь, чтобы вымыть в доме полы, встретить гостей, попарить их в баньке, да напоить горячим чаем, совсем не обязательно запасаться водой на неделю вперед. Достаточно просто взять ведро и прогуляться до водяной колонки. Скважина в поселке была. Ее вырыли еще в 2010 году. Оставалось лишь проложить трубы и установить колонки. Но все работы замерли еще четыре года назад. Жители забрасали инстанции с жалобами. В итоге в ситуацию вмешался глава администрации Самары. Олег Фурсов лично следил за тем, когда в Ясную Поляну наконец придет цивилизация. В настоящий момент водовод длиной 650 метров практически достроен. Срок сдачи объекта 31 сентября. Этой осенью в поселке появятся еще две колонки и два пожарных гидранта. А жители до сих пор не могут поверить, что многолетняя засуха осталась позади. Рада да без памяти, что вода будет. Стирать я уже вот начала стирать. У меня вода уже все. Хоть до колонки два дома, я говорю, хоть на тот конец. Но вода в поселке есть. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Теперь россияне не только по духу, но и по документам. Сегодня 8 переселенцев с юго-востока Украины получили российские паспорта. Все необходимые бумаги им оформили в рекордные сроки благодаря госпрограмме. С начала года вторую родину в Самаре обрели больше 2,5 тысяч украинцев. Валерия Макарова поздравила соотечественников. Среди переселенцев с юго-востока Украины, которые получили сегодня российские паспорта, семья Дениса и Надежды Зюба. В Самару они переехали почти год назад из Донецкой области. Признаются, не ожидали такого быстрого оформления бумаг. Получать паспорта семья пришла почти в полном составе. Не хватает только старшего сына Ильи, который сейчас за школьной партой. У нас старший сын пришел в школу, в первый класс в прошлом году пошел. Мы приехали без документов, практически только наши документы, наши паспорта. У нас взяли в школу без проблем, без всяких там каких-то проволочек бумажных. Семья Зюба стали участниками госпрограммы по добровольному переселению соотечественников в Россию. Они оформили гражданство всего за три месяца. Обычно на это уходят годы. С мая 2014 по той же программе паспорта будут получать 4,5 тысячи человек. Каждый регион сам задает планку для будущих россиян. В Самарской области обязательное требование образования не ниже среднеспециального. Хотя бывают и исключения. Самарская область предъявляет в некоторой степени гораздо более жесткие требования, чем все остальные к участникам государственной программы. Наша программа региональная ориентирована в первую очередь на привлечение специалистов. Несмотря на строгие критерии, заявки на участие в программе на 1 сентября подали больше полутора тысяч человек. В основном это граждане Украины, Узбекистана и Казахстана. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. Сотрудники оскандалившейся фирмы «Аренда Арендович» вскоре могут пойти под суд. Самарская полиция возбудила уголовное дело по фактам мошенничества. Об этом в своем твиттере сообщил Александр Хинштейн. Общий ущерб, нанесенный клиентом риэлторской фирмы, более 50 тысяч рублей, уточнил депутат Госдумы. Напомню, ранее к Хинштейну обращались клиенты агентства, считающие себя обманутыми. Сотрудники фирмы предлагали им за несколько тысяч рублей заключить договоры, по которым «Аренда Арендович» должен был подыскать для граждан около сотни вариантов сдающихся квартир. По словам недовольных, им предоставили значительно меньше вариантов, чем было заявлено. И кроме того, все эти квартиры либо были уже сданы, либо не подходили по условиям, а по некоторым телефонным номерам просто никто не отвечал. Отмечу, что двум клиентам «Аренда Арендовича» деньги вернули только после того, как вместе с нашей съемочной группой они побывали в офисах фирмы. Мы будем следить за развитием событий. Более 8 тонн контрафактного алкоголя, который выдавали за брендовую продукцию, изъяли полицейские. Подпольный цех работал в частном секторе Самары на улице Черемшанская. Оперативники нашли более 100 пластиковых бутылок объемом по 5 литров. Арестовано несколько человек, в том числе и предполагаемый организатор незаконного бизнеса, 20-летний житель Самары. На него еще в августе этого года было заведено уголовное дело за хранение и торговлю некачественным алкоголем. В течение этого года данные лица попадают в поле зрения правоохранительных органов уже третий раз за совершение аналогичных преступлений. В настоящее время экспертно-криминалистическим центром главного управления проводится исследование изъятой продукции. На самарских пляжах больше не будет спасателей. До следующего сезона. Сегодня в Самаре официально завершился пляжный сезон. Теперь любители бодрящих водных процедур сами будут отвечать за свою безопасность. А значит, стоит вспомнить об элементарных мерах предосторожности. Это как минимум не купаться в запрещенных местах и отказаться от заплывов за буйки. С 1 октября начнут вывозить и пляжные оборудования. Компьютерный ликбез. В области прошла акция по обучению жителей работе с интернет-ресурсами по предоставлению социальных услуг. Всего таковых в регионе 126. Самые востребованные – пособия для малообеспеченных семей и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Но не всегда люди знают, как получить ту или иную услугу, какие документы необходимо собрать. Всю эту информацию можно узнать на сайте регионального министерства социально-демографической и семейной политики. За месяц, пока проходила акция, соцработники обучили почти 28 тысяч жителей области. Более 17 тысяч из них – самарцы. Наиболее популярны такие уроки среди пенсионеров. Они являются, старшее поколение, активным пользователем всех этих информационных технологий. И мы активно помогаем всем тем взрослым, которые хотят идти в ногу со всеми теми новаторскими идеями, которые существуют в нашем обществе. Знаменательная дата. В этом году исполняется 191 год со дня рождения Петра Владимировича Алабина, государственного и общественного деятеля, городского главы и реформатора. В Иверском монастыре вместе с горожанами память одного из отцов Самары почтила Марина Матвейшина. Панихиду по Петру Алабину в Иверском монастыре служат каждый год, в день его рождения. Почтить память самарского главы приходят не только историки, сотрудники музея, но и обычные горожане. Вход свободен. В Иверском монастыре похоронен и сам Алабин, и вся его семья, жена и дочь. С этой обителью Петр Владимирович и при жизни был тесно связан. При отъезде из Вятки Петр Алабин покупает лотерейный билет и выигрывает по тем временам неслыханную сумму в 200 тысяч рублей. В это же время умирает его дочь. Все эти деньги он жертвует на строительство храма в Иверском монастыре. Современники о Петре Алабине могли смело сказать. И это наше все. При нем в Самаре впервые для освещения стали применять газ. Начала работать телефонная станция на 10 номеров. Строились заводы и фабрики. Беспрецедентный случай. Алабин и его единомышленники смогли изменить железнодорожный проект, уже подписанный императором. Алабин был счастливее тех людей, которые добились переноса железнодорожной ветки, которая должна была пройти значительно южнее Самары. На мост, через Самару железнодорожный мост. Это уже просто часть того проекта, по которому Самара становилась одним из центров железнодорожного движения в России. Петр Алабин внес значительный вклад и в духовное развитие города. Уверены историки. Городской театр и историко-краеведческий музей – его рук дело. Биографии Петра Владимировича изучены хорошо, но и белых пятен в ней достаточно. Совсем недавно мы встречались с представителями российско-болгарского общества дружбы. И, возможно, в рамках этой работы откроются новые обстоятельства поездки Алабина в Болгарию. Горожане не забывают о заслугах самарского главы. Цветы на могиле Петра Алабина появляются не только в день его рождения. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. В сентябре празднует день рождения еще один самарец, чье имя вписано в историю не только города, но и Великой Отечественной войны. Обладателю медалей за боевые заслуги, ордена Красной Звезды, танкисту Зиновию Разнику, исполнилось 95. О нелегком военном пути юбиляра от рядового до подполковника расскажет наш корреспондент. Много лет назад Зиновий Маркович и подумать не мог, что его ждет карьера военного. Простой мальчишка мечтал стать историком, но судьба распорядилась по-своему. Когда солдату-срочнику Красной Армии рядовому танкисту Разнику до дембеля оставалось несколько месяцев, началась Великая Отечественная война. И вот стоят в строю танкисты в кирзовках, шлемофоны такие, понимаете, и удивляются, как же так, как это так могло случиться. Это же наша армия все-таки такая легендарная и прочее, да мы же их разобьем, вы нас пустите в бой. Вот такой был настрой, патриотизм. С этим настроением Зиновий Маркович прошел всю войну, освобождая родину от захватчиков, побывал во многих городах. Во время очередной попытки прорвать блокаду в 43-м году в Ленинграде встретил ту единственную в своей жизни женщину, будущую супругу Ольгу. Вместе они живут уже больше полувека и все это время поддерживают друг друга. Они же у нас еще активные жители, они у нас во всех мероприятиях принимают участие, выступают везде. Мы их, конечно, очень любим, оберегаем и постараемся, чтобы вот их жизнь была достойной. В честь 95-летнего юбилея Зиновию Марковичу от имени городской администрации вручили подарки. Без угощения гости не ушли. По словам юбиляра, служба службой, а фронтовые 100 граммов еще никто не отменял. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События. Самарские летописи в картинах. Выставка художника Александра Баканова открылась в здании областного правительства. Самарец по происхождению. Сегодня Баканов покоряет столичные и зарубежные выставочные залы. Полотна, посвященные Старой Самаре, он привез на родину. О купеческом городе глазами современного художника – репортаж Алины Чемерес. Улица Вилоновская, которая ныне называется Вилоновская, а тогда это Александровский спуск, Струковский сад, понятно, Красноармейский спуск. Низкие домики, купеческие усадьбы, церковные купола, Волга. Городской пейзаж залит чуть розоватым светом. На этой картине последнее мирное лето царской России – август 1914-го. Каждый сантиметр художественного полотна Александра Баканова досконально выверен. Я шагами меряю. Я не доверяю никаким путеводителям и картам, и открыткам. Я шагами меряю многие вещи, споставляю масштабы, записываю их. Уровни масштаба высот, сопоставляю, как это было, на какой высоте, на каком уровне располагался второй этаж того дома, а то и Саратовская улица. Кабак, в котором любил отдыхать горький, приствень, где бывал Шаляпин. На картинах Александра Баканова много людей, строений и предметов быта. Художник уверен, прочувствовать вкус той эпохи можно лишь собрав, как мозаику, все мелочи воедино. В живописи отражены и самые славные страницы самарской истории. Хлебный город, всероссийская кормушка. На этой картине одно из важнейших мест старой Самары. Вдоль реки протянулись хлебные амбары. В начале 20 века хлеб отсюда расходился по всей стране. Картины Александра Баканова выставлялись в Третьяковской галереи. Их дарили президенту и патриарху. На выставке в Самаре более десятка полотен. Каждая можно прочесть как книгу. Самарские летописи, охватившие конец 19-го, начало 20-го веков, как жизнеописание волжского города. Это то время, когда здания улицы города были в том первозданном состоянии, в которое сегодня их хотелось бы очень привести. И показать, что вот этот исторический облик, он сохраняется и сегодня. Выставка «Самарские летописи» пробудет в здании областного правительства до середины октября. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Городская администрация и областной союз журналистов объявляют творческий конкурс. Он носит имя известного журналиста и литератора Эдуарда Кондратова. Конкурс проводят уже третий год. Победителей определят в ноябре. Жюри присудят именные премии в области журналистики и литературы. Положение конкурса можно найти на сайте областного союза журналистов. А теперь время экономики. Не переключайтесь. 25 самарских ракет будет запущено за 4 года с французского космодрома в Куру во французской Гвиане компанией Ариан Спейс. Руководитель французской фирмы сообщил, что в 2015 году было подписано 13 контрактов на обслуживание запусков, охватывающих все семейство носителей, которые использует компания тяжелой ракеты Ариан-5, Союз среднего класса и легкие Вега. С 2011 года с космодрома в Куру успешно стартовало 12 ракет Союз. Последний на данный момент запуск был осуществлен в минувшую пятницу 11 сентября. Ракета доставила на орбиту два спутника для Европейской глобальной навигационной системы Галилео. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию при областной думе поддержал законопроект о предоставлении из областного бюджета денежных выплат индивидуальным предпринимателям и руководителям фермерских хозяйств в возрасте не старше 30 лет. Молодые специалисты с высшим образованием получают ежемесячно 11 тысяч рублей, а со средним ежемесячно по 6 тысяч рублей. Законом также предусмотрено, что каждому выпускнику, имеющему образование в сфере сельского хозяйства, гарантирована единовременная выплата в размере от 34,5 до 69 тысяч рублей. Армения может разрешить россиянам посещать страну только при наличии российского паспорта. Премьер-министр Армении получил в миграционной службе страны провести соответствующие переговоры с российской стороной. По информации правительства, лишь 10% россиян имеют загранпаспорта. Армения же может разрешить россиянам въезд по внутренним документам в рамках членства в Евразийском экономическом союзе. Предполагается, что нововведение позволит существенно увеличить число посещающих Армению российских туристов. Российский фондовый рынок открылся в плюсе. Индекс ММВБ вырос до отметки 1723 пункта. В лидерах роста группа ПИК, Мечел, Русал, Ростелеком, Новотек и Транснефть. Хуже рынка выглядят префебашнефти, обычка полиметалл, привилегированные акции Ростелекома, бумаги Россетей и Северстали. К открытию торгов в России сложился смешанный внешний фон. В ожидании заседания ФРС США рынки Европы и Америки провели день на положительной территории. Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут. Курс доллара на 17 сентября 65,92 рубля, курс евро 74,24 рубля, золото стоит 2352 рубля за грамм, серебро стоит 30,76 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent 48,46 доллара за баррель. А теперь время новостей спорта с Сергеем Кизоркиным. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. В Самаре выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию, пляжные крылья советов, финалисты чемпионата России. ЦСКА ВВС выиграл в Саратове предсезонный мини-турнир. В Саратове прошел заключительный в межсезонье мини-турнир по хоккею «Шайба» и местный «Кристалл Юниор» встречался с самарским ЦСКА ВВС. Оба клуба будут играть в первенстве в высшей хоккейной лиге. Как первая, так и вторая встречи прошли с явным преимуществом военных летчиков. Счет в первом матче 4-1, во втором 4-2. Команды полностью отыграли все контрольные матчи в преддверии первого в их истории первенства ВХЛ. Пляжные крылья советов выиграли полуфинальную серию. Плей-офф чемпионата России «Московский локомотив» сдался в третьем матче со счетом 6-5. Сочинский финал состоится в четверг и пятницу. Серия продлится до двух побед. Соперником самарцев станет победитель пары «Динамо Москва» «Кристалл Санкт-Петербург». В случае, если в финал пройдет «Кристалл», чемпион России 2013 года «Самарские крылья» автоматически получат право выступать в Европейской лиге чемпионов. В Самарском дворце спорта стартует первый этап Кубка России по фигурному катанию. В соревнованиях примут участие лидеры этого вида спорта. На лед выйдут танцевальная пара Екатерина Боброва-Дмитрий Соловьев. На их счету золото командного турнира Олимпийских игр в Сочи. Аделина Сотникова – олимпийская чемпионка. Елизавета Туктамышева – чемпионка Европы и мира. Помимо именитых фигуристов, свое мастерство покажут и молодые перспективные спортсмены. Церемония открытия соревнований в пятницу вечером в половине пятого. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok